Пройдя три восьмых длины моста, Ослик Иа-Иа заметил автомобиль, приближающийся со скоростью 60 км в час. Если Ослик побежит назад, то встретится с автомобилем в начале моста. Если побежит вперед, то автомобиль нагонит его в конце моста. С какой скоростью бегает Ослик Иа-Иа? Давайте нарисуем картинку. Вот есть мост, есть дорога, откуда-то там едет автомобиль. Ослик прошел три восьмых. Вообще, это задача по выученной беспомощности. Знаете, да? Говорят, что за столетие жизни в России люди привыкли, что как они не пытаются что-нибудь такое сделать, всегда ничего не получается. Ну, а значит, дело и не дело бесполезно. Называется выученной беспомощности. Когда люди привыкли, что все равно их усилия не пропадут дар. Я помню, когда мой сын был совсем-совсем в начальной школе, то им задали доклад об истории города. Ну, понятное дело, он взял прямо на букву А Астрахань, стал читать историю города и вдруг выяснилось, что там было несколько таких попыток, чтобы это зажить хорошо. И все они кончались одинаково. Из центра приезжало, так сказать, поиска и всех-всех-всех. Это очень грустная вещь, когда ты пытаешься что-то сделать. А, кстати, эта картинка, она тоже, на самом деле, не такая уж и случайная. Известно, что на электричниках частая ситуация. Животное какое-нибудь, я не знаю, олень, кабан или что-нибудь такое. Да и люди тоже, между прочим, так же себя очень часто ведут. Когда приближается поезд, ну, там, где-то там, вместо того, чтобы отступить, отойти на пару метров от пути, начинают убегать. Потому что для любого животного очень естественно убежать от опасности, а не отойти в сторону. Инстинктитет начинает бегать. Мы, естественно, погибаем, потому что поезд все-таки быстрее. Итак, грустная задача про ослика и ая. Если он побежит вперед, то автомобиль, вот если побежит сюда вперед, то автомобиль догонит его здесь. А если побежит назад, по своему пути, то есть вперед к автомобилю, то здесь. Задача очень простая. Смотрите, мы можем представить себе, что ослик раздвоился. И половинка его побежала сюда, а половина сюда. Ну, все равно погибать. Поэтому, поделился пополам побежал. Отлично. И хорошо, не погибать. Ослик умный. И здесь, когда машина будет, он все-таки догадается отойти в сторону. Правильно? Все. Лена Борисовна меня поправила. Разумеется, задача оптимистическая. Ослик все-таки умный. Ослик не будет на машину прыгать. Он догадается все-таки обойти. И так, хорошо. Тень мослика. Вы согласны? Тень мослика пошла сюда, а другая тень мослика пошла сюда. Ну, а сам мослик просто был граждан и сделал шаг в сторону. И когда это самое? В воду, что ли? Не, не надо в воду, не надо в воду, в сторону, в сторону. Так, ладно. Я уже не знаю, я не виноват, но такая задача. Такая задача. Так вот, когда Ослик пройдет революция, машина будет вот здесь. Давайте я нарисую. Он прошел это расстояние. Машина здесь. Но, когда такое же расстояние пройдено сюда, машина тоже здесь. Вот они, две равные люди. Три восьмых и трех восьмых. Сколько же осталось до конца моста? Всего восемь восьмых, минус три восьмых, минус три восьмых. Остались две восьмых. То есть одна четверть. И вот если Ослик идет одну четверть, то ровно за это же время машина проезжает весь мост. Значит, машина движется в четыре раза быстрее. Со скоростью 60 километров движется машина. Соответственно, со скоростью 15 километров в час бегает Ослик. Еще что-нибудь надо в мистическую добавить.